Проблема бродячих животных имеет решение. Впервые в истории края на их отлов и содержание будут выделены средства. Их направят в муниципалитеты. Соответствующий законопроект сегодня приняли в первом чтении депутаты КЗС на очередной сессии парламента. Подробности у Екатерины Питуниной. Принят единогласно. В первом чтении депутаты КЗС проголосовали за передачу муниципалитетам право на отлов и содержание бродячих животных. В качестве аргумента эксперты привели такие данные. Только за прошлый год от укусов бродячих собак в Алтайском крае пострадали полторы тысячи человек. Среди них 347 детей. Ежегодно в регионе отлавливают от 10 до 15 тысяч безнадзорных животных. Вот только средств на это не выделяется. Лишь у Барнаула есть соответствующая строка в бюджете. Расходы 2 миллиона рублей. После принятия закона в окончательной редакции города и районы будут обязаны начать борьбу с бродячими животными. Получат на это и деньги 8 миллионов рублей из краевой казны. Конечно, может быть суммы средств или денег не те, которые хотели бы, но денег всегда у нас не хватает. Поэтому и вызвало такую бурную дискуссию. Но то, что в этом вопросе надо наводить порядок, наверное, мы все убедились. Не обошлось без критики. По словам депутатов, в первом чтении они проголосовали скорее не за документ, а за идею, что такой закон нужен. Сам же законопроект еще предстоит расширить, дополнить и детально проработать. Так предполагается включить в него не только домашних, но и диких животных. Здесь совершенно не включены дикие животные, которые тоже приходят в город, которые тоже прикармливаются человеком. Мне поступает очень много звонков по поводу зашедших сегодня в населенные пункты медведей, медвежат, которые и что делать с ними тоже в этом законе не прописывается. И самое главное, по мнению депутатов, в законе нужно прописать четкий алгоритм действий. Как именно отлавливать животных, где их содержать и как в случае смерти, выражаясь официальным языком, утилизировать. Мы планируем и пользуясь случаем, я обращаюсь к органам местного самоправления, очень активно внести свои предложения после первого чтения, для того, чтобы был отработан порядок реализации, ну и для того, чтобы мы смогли ко второму чтению отработать все вопросы, которые возникают именно с практикой применения. Также сегодня депутаты внесли изменения в закон об оказании бесплатной юридической помощи. В настоящее время около 30 категорий граждан. Это люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут ее получить в отделениях многофункционального центра Алтайского края. Теперь список расширен. Юристы бесплатно помогут несовершеннолетним родителям, а также семьям погибших сотрудников органов внутренних дел. И по уже сложившейся традиции на сентябрьской сессии чествовали почетных граждан. Это звание – высшая награда региона. Его удостовились Павел Гуков и Николай Ростовцев, оба ветераны Великой Отечественной войны. С момента учреждения награды она присуждалась лишь 32 раза. А вот что касается долгожданного вопроса об изменении часового пояса, то он был снят с обсуждения. Планировалось, что законодательную инициативу в Государственную Думу внесут сегодня. Но депутаты решили, что это должно быть совместное решение четырех регионов – двух Алтаев, Томской и Новосибирской областей. Однако в Новосибирске законотворцы еще не успели приступить к работе после выборов. К вопросу перевода стрелок депутаты обещают вернуться в ближайшее время. Екатерина Питунина, Юрий Бирюков. Новости.